Итак, дорогие друзья, мы продолжаем смотреть за Южной Америкой в рамках квалификации на Дрим Лигу, на 10 сезон, соответственно, ну и, конечно же, Best of 3 противостояния Бракстону против Тандер Предейтер продолжается, вторая карта, напомню, что в первой карте все-таки победу одержали Тандер Предейтер, они оказались сильнее за счет своего пика, Ну а на второй карте все разворачивается очень-очень интересно, в пике уже Морфлинг, в пике та же самая Энчантра, с героев которых мы не так-то часто в последнее время видели, как минимум на этих квалах, комментирую для вас Люмесит и Морталес, Дима, еще раз здравствуй Привет-привет, здравствуйте, зрители, я смотрю, нас не так много, тем не менее, спасибо, что смотрите нас, 1-0 Тандер Предатор введут, и в этот раз они отошли от своих привычных стратегий Вот команда любит играть по-разному, что мы только не видели, и мипа, и визажей, и террорблейдов, и алхимиков, и вот сейчас 4 героя, 3 из них, ни разу не появлялись на квалификациях По крайней мере, на этих в исполнении этой команды только Скофилд на своем любимом земельке продолжает играть, остальные же герои будут показывать что-то новое Так, энчантрис сложный, кунка в мидл получается, учитывая весь сетап, и остался какой-то кэрри, причем нужен очень сильный кэрри, потому что пока морфинга останавливать нечем Даже не знаю, честно говоря, кого здесь можно придумать Понятное дело, что можно было бы взять аппарата, если бы энчантрис была, например, на первой позиции кунка на второй Что-то вроде подобное, да, чтобы оставлять морфинга Либо же, в принципе, хватит одного спиритвесела Да, я думаю, хватит действительно спиритвесела от Мерр Спирита Кор-герой явно должен быть поворотливым и должен наносить достаточное количество урона, чтобы этого персонажа пробивать Ну, не знаю, какой-нибудь Фантом Ланцер снова напрашивается, честно говоря С другой стороны, там Тинни, там же Сэнд Кинг, и Фантом Ланцер со своими иллюзиями улетает прямиком в зрительский зал Зачастую Ну, посмотрим, посмотрим Что будут баня и Брак Стоун? Пока против команды Брак Стоун забанен Манки Кинг Действительно считают, что сейчас нужен персонаж на мид для этого коллектива Но этот раз не смотрится настолько проигрышным для команды Брак Стоун Да, хороший пик Отличный пик Ну, да, может быть, не самый популярный саппорт из Каймак и Сэнд Кинг Но есть очень сильный кэрри, есть универсальный Тинни, который может много дырок сразу же закрывать И таким образом осталось просто подобрать в зависимости от того, что... Так, что там забанили? Да, Манки Кинг у нас забанен, но я думаю, они придумают, какого героя взять последним К тому же, ласт пик, если я не ошибаюсь, именно у Брак Стоун Значит, они... Так, Инчатрис же первая, да, была взята у нас? Да, по-моему, да Акса у нас не забанили Кстати, та самая комбинация древняя еще по-прежнему доступна Скаймак плюс Акс А, нет, прошу прощения, Брак Стоун первыми пикают Но это на самом деле не суть важно, потому что Тинни в любом случае Может пойти хоть в мидл, хоть в сложную, да хоть в легкую при желании Если уж совсем ничего другого придумать не получается Сэнд Кинг, кстати, почему его так мало берут нынче? Я обязательно постараюсь посмотреть, сколько раз его пикали в сентябре месяце Ну, редко, редко его видно Девять раз, девять раз 44% винрейт Да, не золотые времена начались для этого персонажа Уже несколько месяцев они продолжаются Чего не скажешь о том же самом Тинни Ну, Сэнд Кинг хорошо смотрится, когда он на линии стоит один, например Либо когда он сопрочетвертой позиции довольно-таки часто роумящий А сейчас это не совсем мете То есть больше все же все предпочитают стратегию 2-1-2 И на оффлейне никто один не стоит Собственно, Акс появляется для команды Бракстон Это интересно, потому что я так понимаю, что в итоге это будет Сэнд Кинг Четвертой позиции, Акс на сложную Соответственно, Скаймак Пятая позиция Тинни Может отправиться в мид и морфинг на легкую Мне кажется, самый такой нормальный более-менее распик Ну, либо морфинг на мид не смотрится никак Против кунки это гиблое дело С другой стороны, ты, конечно, можешь уходить там в новой форме Буквально из-под креста Не попадая из-под всякие там торренты и другие прокасты Но я думаю, что эту прерогативу лучше оставить уже на какие-то файты 5 на 5 На какие-то стычки, на какие-то ганги, возможно Морфингу все же нужно выформить Именно выформить, а не получить экспириенс в этой игре Ладно, ждем последнего пика Тандер Придейтер Осталось совсем немного, буквально 10 секунд И мы с вами уже увидим последний, соответственно Последнего героя И драфты будут уже окончательно укомплектованы И последним героем становится... О, как! А вот это неожиданно очень, потому что я не понимаю, чем они выигрывать собираются Быстро закончить тяжело Потому что Акс-герой, который наберет тоже свое довольно рано Плюс Скаймаг, плюс Тинни И Спейс создать морфлингу здесь могут все И каким образом они собираются уходить в лейт Имеется в виду Типи, если у них что-то пойдет не так Не ясно Потому что ни Бэтрайдер, ни Кунка, ни Энчантрис Наверное в лейте настолько сильными по сравнению с морфлингом Опять же, не являются Вот это очень странный пик По-моему, они перемудрили, как вчера с Мипа и Визажом Да, смотрится абсолютно необоснованно Во всяком случае, я, конечно, не против подобных нестандартных стратегий Когда Энчантрис отправляется на легкую линию И Кунг на мид Ну, Кунг на мид это уже более-менее стандарт Там и Мидван так подыгрывал И многие другие ребята В принципе, те же самые LGD PSG играли таким же распиком Но у них не было Бэтрайдера Да, то есть тут как-то вот прям слишком сильно Thunder Predator надеется на начальную стадию игры Начальная стадия игры, в принципе, будет довольно-таки сложной Как минимум, потому что имеется Скаймак И Скаймак это герой, который на стадии лейнинга Ну, невероятно силен Тем более еще и в паре с Аксом Акс, понятное дело, будет просто Battlehanger Максить, Скаймак возьмет себе третий спелл Точнее, извиняюсь, второй спелл И будет абсолютно спокойно эту линию выставить Огромное количество замедлений Там вот эта вот вся история довольно интересная Такая линия довольно редко проигрывается И я не думаю, что каким-то образом Бэтрайдер, например, будет спасать в этой ситуации С другой стороны Посмотрим, каким образом все же линии свои расставят Thunder Predator Я думаю, что Earth Spirit неплохо было бы поставить против этой довлы Потому что он хотя бы укатиться может куда-нибудь себе под тавер А так прям слишком грозно смотрится пик коллектива Брак Стоун И действительно все очень похоже на то, что сейчас эти парни сравняют счет в данной бестфортер серии Конечно, утверждать, пожалуй, еще рановато В любом другом случае Акс защищается прекрасно Тинни защищается прекрасно Сейн Кинг защищается прекрасно Они идут в пятером В пятером смолке И такое ощущение, что они собираются сделать ферстблат На самом деле, таким пиком можно делать ферстблат Нашли Джеймари, Джеймари Куда ж ты вышел? Ай-хей, как же неприятно кунке Кунка должен умирать Еще и кунка потеряли на старте О, он еще веточку съел И тангус потратил запуленный Как же неприятно Ну да, минус Джеймари Плюс ферстблат для команды Брак Стоун Что же, отлично сыграно Действительно, пока неплохо реализовывают тех героев, которые у них имеются С Сейн Кингом действительно можно вот так вот выходить И я думаю, что Тандерпедейтера такого могли уже и позабыть Потому что Сейн Кинга, ну действительно, сейчас очень редко можно увидеть Так, тут еще и Ассел находит Скофилда Хотя, кто кого находит Еще надо посмотреть Камень Спирит поставил, но не покатился Зачем камень? Ну ладно Пока настакиваются Потихонечку напал Не попадает еще и Скофилд Ой-ой-ой, он улетел под Тирлотавр, будет умирать Ай-яй-яй-яй-яй И что сейчас произошло? Это прям какая-то поплава От Тандерпедейтера Прям совсем все начинается, далеко не в их пользу Прям от слова совсем я бы сказал Действительно, грустное начало для этой камеры И... Ну ладно, медовый кунг может постоять нормально против Тини Это сетап все-таки достаточно привычный для него Венчантрис тоже способна не проиграть линию этой сильной дабле Тем более при поддержке Огра Пока Акс не получает уровни Пока Огра его гоняет А Огра его действительно гоняет Ему не так страшно Все неплохо на двух линиях снизу Бэтрайдер... Бэтрайдер умирает Потому что стоят ребята 2 в 3 Скаймат пока что помогает именно здесь Почему Бэтрайдер? Я не понимаю до сих пор Не могу какое-то логичное решение И ответ на этот вопрос найти Я действительно Не одупляю, что происходит Акс там отводит крипов Заберет сейчас пачку Между вышками Огра также немного похарасил Ну вот Когда скрипами Находится Огра Ему тяжело Потому что Акс слишком много урона тому наносит Слушай, а могло бы такое Что действительно рандом пик выпал Если не очень долго действительно ждали Как-то думали над последним пиком Вдруг реально рандом пик Надо будет пересмотреть Потом, если вдруг что Я думаю, что Наш замечательный 10к ММР чат Сможет подсказать Ну посмотрим Посмотрим Такая вероятность, в принципе, тоже имеется Но она, конечно, крайне мала Все же это квалификация На весьма важный турнир И очень важный матч Для обеих команд И на Интернешнл Или такое бывало Если ты не помнишь На, по-моему Как раз так в 2017 году Знаете То ли с Сикретом То ли кому уже Я, честно говоря, не вспомню Выпал Алхимик на последний пик И по-быстрому продули Да ладно Энчантрас Пытается драться с Пантерой И будет ли первый ответный фраг От команды Тандер Придейтера Сейчас по Игроку команды Брэкстоун Нет Нет Фрага нет Есть пока еще и Огромное количество урона По Атону И Нейчерс Татендант Его полностью не отхиливают Огр Теперь он может подставиться Огр бьют Он, конечно, довольно толстый Правда, Скофилл дает Ответочку по Пантере Пантера отправляется в таверну Далее Попытка все-таки Забрать каким-то образом Огр Мага Камнем не попадает Скофилл что же случилось С этими игроками Но последняя тычка будет Будет все-таки пасл Даблкил для Скофилл Да Ну и счет более-менее сравнивается Ладно Сейчас отыграли Хотя бы то преимущество Которое вначале Поотдавали ребята Из Тандарт Придейтера Там Кунка Ой, Кунка Морфинг 14 на 11 имеет Ну вот сейчас Энчантрис приходит К нему на линию Энчантрис использует Хилл Энчантрис может погибнуть Правда, здесь есть Скофилл Который будет сейвить Если что Ну и теперь Поменялись местами Бэтрайдер Попытается постоять Против Акса Но Акс Успел там уже Третий С половиной уровень Поднять А Бэтрайдер Страдал И добился Шесть трибов И получает Третий Вот только сейчас И теперь Вот если бы Изначально Бэтрайдер Стал против Акса Один на один То у него бы были Весьма неплохие шансы А здесь Соответственно Все будет Гораздо сложнее И придется Ну вот Ждать помощи от кого-то Вот она пришла Помощь от Скофилда Ну вот что Огр Что Эр Спирит Как-то не сильно Мешают Аксу Согласись Два милишных саппорта И вот он как раз Акс Акс Который заходит На ласт пик Акс правда Убил Бэтрайдер Тем не менее Нервишки он подпортил Да Но так все-таки горит Тут Напалма Бэтрайдер Весьма-весьма неплохо Если бы сразу Стал действительно Было бы лучше В это время Все же С Аркейн Болта Забирает Скаймаг Огрмага Эдакие Эдакая месть От пятой позиции Команда Брак Стоун С какой-то стороны Там Как бы за кого мстить Можно за себя мстить Можно за тиммейтов Я думаю Что он выберет сам Ладно Это не важно Джеймари На металлинии В принципе Пока себя Довольно-таки Неплохо чувствует 21 крип у него добито Имеется 21 крип Также И у Того же Тини Вот сейчас он Деревца закинул Добил Ну Джеймари Здесь просто играется С Тини Правда Руну должен Джеймари тоже забирать В это время Очередной раз Почему-то умирает Энчантрос На нижней линии Что-то здесь Почему-то И разнос Пошел Вообще По всем Лайнам Акс Выносит Свою Купил Колечко Стоять Будет комфортнее В миде У тени Все здорово Снизу Морфлинга Все еще Лучше И с одной стороны Мы видим Морфлинга На кэре А с другой стороны Мы не видим Никого На кэре И Мы в любом случае Должны как-то Предусматривать Появление Лейтгейма В этой игре Что Игра дойдет До подобной стадии И вот Там я Вижу только Одну команду Вторая Будет скорее Просмотреть на то Как ее бьют И пока Они не делают Ничего Для того Чтобы этот Лейтгейм Не наступил Так Санкинг Увидел Огра Можно сразу Пытаться драться Но Тут все-таки Атон И Атон Бьет больно Под бласт-бластом Энчантрас А вот появится Шестой Может быть И начнет Действительно Разносить Очень немало урона Ну посмотрим Пока у Атона Действительно Не все Так Настолько Хорошо Как Хотелось бы И как должно быть У Энчантрас По хорошему Такой линии Так Подцепили Очередной раз Очень много дамеджа Очень много берста По нча залетела Она все же Отправляется в таверну Ну вот Снова Какие-то Недомолвки Я не знаю Недо Осознанность Что ли Своих действий От Энчантрас На этой линии Потому что Энчантрас Опять же Не должна была умирать Не должна была Как минимум Так наглеть Как она наглела В этом моменте Подгоня За Бэтрайдером На верхней линии Сбивают Фласку Он пытается уйти На лоу граунд Ассел Будет ли еще Один Аркинболт Аркинболт Залетает только Лишь по Скофилду Сворд пока живет И такими тэпами Уже могут быть У команды Брак Стоун Проблемы В этом эпизоде Есть Напалм Четыре стака По Скаймагу Скаймаг Будет умирать Камень отлично Залетел еще от Скофилда Можно ли будет Дальше преследовать Пантеру Нет Сэн Кинг Спокойно отсюда Уходит Будет отхиливаться Возможно даже на Шрайне Нет Шрайна там уже нет Шрайна будет использована Как раз так В предыдущей драке Снизу Энчантри С половиной их потеряет Ну вот сейчас Попытка выйти на морфлинга У того еще есть мана Перекачка Все прекрасно Морфлинг уходит Спокойно Абсолютно Да уж Кунка конечно Начал Немного врываться вперед Относительно тени Но тоже совсем Немного И пока никаких Использований И мультимейта Мы не наблюдали Но видимо еще рано Видимо нужно ждать Пока Наберут какую-то массу Тиммейт Ну вот какая нужна масса Даггер на Бэтрайдере Нет Он сначала будет покупать себе Барабаны На Энчантри С какие-то слоты Тоже нет Вообще нет ресурса Чтобы закончить рано И нужно одну за другой драки Просто выигрывать На протяжении там Следующих 10-15 минут Для того чтобы Была возможность Соответственно нужно Оторваться по золоту Там на несколько тысяч Пока как мы видим Команда ведет Буквально сотни И Так сейчас Может еще и потерять Кого-нибудь Если будут цеплять огра Пойдут Нет Нет Боятся Так Тут на мидл линии Корабль полетел в тине Тине очень больно Тине должны действительно Забирать здесь вместе С Роспиритом Замедлили Дрейкен В таверну Ну внизу продолжается Стычка Но за Сенткингом Там уже никто Под тавр не полезет Подтянулся Также еще и Скаймаг Видит огра У огра вообще нет маны Но у него есть манга Если вдруг что Есть также еще 10 стиков Так что В принципе не критично Повпитывает Да отойдет И Атун Очередной раз Поставляется Атун будет умирать Ровно так же Как и Прада В принципе Если не скастует Сейчас телепорт Не скастует Он телепорт Если да Привстрайк От морфинга Перекачка В силу Но это минус 2 Просто какой-то развал И подфит Миноза Вообще Грубо говоря В этой игре Были бы шансы У команды Тандер Предейтер На мой взгляд Если бы Не было морфинга То есть грубо говоря Там В принципе Есть раз прокаст От Сенткинга 2 прокаст От Тинни 3 прокаст От Скаймага Нет Я беру свои слова Обратно У них не было бы шансов Потому что Энчантрас От абсолютно всех Персонажей Здесь очень сильно Получает И Морфлинг Это просто герой Который Ну вот Больше всех Больше всех Будет засаждать Атуну Он буквально С одного прокаста После появления Того же самого Не скажите Скажу Этериала Конечно Он будет Тут даже Выключать Возможно Просто прокаста Да А это По сути Главный Дэмэдж Дилер У команды По крайней мере Уроном Она бьет Чистым И Если вы ее Не убиваете Быстро То Вернее Если вы ее теряете Быстро Имеется ввиду Типит И тогда у вас Не так Героев Способных Этот урон Наносить Там еще И скот Он погибает Вот Инчанка Сейчас вместе С командой Пытается запушить Т1 вышку Ждут Следующую пачку Крипов Кунка рядом Кунка с ДД И наверное Вышку забрать Ему дастся Если в срочном порядке Бракстон Туда не отправится Наверху Морфлинг Против Бэтрайдра Теперь стоит Ну и Морфлинг Просто уходит отсюда Как только Его подожгли Отхиливается со стиков Сюда подходит Так же еще и Санкинг Четыре героя Команды Бракстон Уже здесь И это убийство На бэтрайдере Просто моментально Скофил Так же сюда подставился И возможно Его тоже сейчас заберут Замедление Хоть какое-то Хоть какой-то подстан Что-нибудь Залетает корабль Корабль попадает По одному лишь Только Аксу Но это будет Минус Сэр Спирит Слушайте Акунку Акуночку А может быть и Кунку Да Спирит будет умирать Ингтека Добавил немного скорости Санкинг Подкоп Ну Джеймаре здесь один Джеймаре никакой помощи Пока не подходит Правда он и один В принципе может Здесь хоть каким-то образом Против Санкинга Посоперничать Приходит обратно Бэтрайдер уже возродился Есть Эваленч по Бэтрайдеру Ну и в принципе Наверное на этом Стоит закончить Команде Бракстон А может быть и не закончит Может быть и не закончит Будет ли хоть что-нибудь Все просто догорело Уже Пантера Не получилось Кастовать телепорт Ну и в принципе Не пришлось тратить Бэтрайдеру даже лассо Для того чтобы тот самый Телепорт сбивать Очередная драка Боже Как же они Вот драки Идет буквально минуту Та за которую мы сейчас смотрим Убивает здесь огра Очередной агр По Бэтрайдеру Бэтрайдер Абсолютно не почувствовал Этот агр Начинает пробивать тиня А вот терренный разворот Действительно может неплохо Подраться с командой Тандер Придейтер Получится ли догнать Скаймага Пока Бэтрайдер Не догоняет Да Не догоняет совсем Ну что ж Размен все равно В пользу команды Брэкстоун Насколько я Это помню Посмотрим сейчас Сток боя Да Размен 2 в 3 И в принципе Не очень много золота Выиграли Брэкстоун С данного файта Но все равно приятно Все равно это плюс Опять же морфинг Все это время фарм Да 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 Морфинг 6200 Морфинг в лидерах И Пока его остановить Не получается У него 7.02 КДА Это тоже не совсем нормально Когда это единственный кэрри на карте Вы просто к нему бежите Он вас убивает Вы снова возвращаетесь Он снова вас убивает У него в принципе Больше всего участие в драках Не считая Скаймагу Которого 10 Пантера Поставляется под корабль Ну и абсолютно Коммертно умирает Вот начинаются ганги от Кунки Кунка пока что имеет Только лишь пейзы И в принципе Нафармил себе уже Практически на Шедоу Блейд Скоро он может появиться Либо же сделать себе сначала Какие-то барабаны Барабаны все же Очень хороший артефакт Прям Весьма Хорошо здесь Может смотреться Ну и Акс На верхней линии Отправляется в таверну Его все-таки Дожег Бэтрайдер Здесь же Сэнд Кинг Ну и вся команда У него за спиной Тинни Вместе с Скаймагом Очередной раз Хотят на кого-то выйти Видимо снова будут выходить На энчантрас Напомню что номинально Энчантрас Это первая позиция В данной игре Для команды Тандерплейдейтер Она умирает уже Четвертый раз И пока Прям совсем как-то Безшансово Все смотрится Для данного коллектива Если Кунг не будет Вытаскивать там Буквально за один крит Центральную башню сил Темно атакуют Центральную башню сил Света атакуют Ну вот тот самый случай Когда можно применить Знаменитую фразу Команды Виртус Про Знаменитую фразу Соло На пик команды Тандерплейдейтер У меня снова Какие-то проблемы С интернетом У меня снова Кинулась Дота Хорошо что Трансляцию Держу не я И ты хотя бы Картинку зрителям Показываешь Я перезахожу Надеюсь Все получится Ну тут пока Сенткинг Продолжает Продолжает Агрессировать На верхней линии Но здесь Кстати немалое Скопление персонажей Команды Тандерплейдейтер В лесу И как бы Они сейчас Не раскинули Сумолк И не пошли Бить лицо Тому самому Сенткингу С другой стороны Сенткинг Это не та цель Которую тебя Хочешь убивать В первую очередь С него ты Большого импакта Не получишь Грубо говоря Это Субтиминально Та по четвертой Позиции В команде Брэкстоун И из него Не то чтобы Дают много Но и не то чтобы Ты в принципе Включаешь какого-то героя Без которого Дальше Брэкстоун нельзя Заниматься тем Чем они занимаются В данный момент То бишь Просто пытаться Расфармить Морфлинга Я знаю Какой вижу выход Это Лишь один Сильный морфлинг То есть Вот так Примерно Нужно провести Типи Свою игру Чтобы Только морфлинг Был сильным героем Все остальные Соответственно Отставали Пока Получается Несколько Замедлить Акса Пока у Акса Мало всего И у него К 15 минуте Нет блинка И появится Через Тысячу с лишним То есть Тинни Тинни Так же Мы видим Пока что Отстает И вот Если таким образом Получится То Может быть Морфлинга Одного и не хватит Но для этого Нужно Продолжать Развивать Вот подобный Стиль Так скажем Конкретно В этой карте Может быть Что-то и получится Я просто пытаюсь Найти плюсы В том Что делает Андерпедатор Сейчас И Зацепили Все-таки Асла И Ну Асла Должен умирать Конечно Абсолютно Спокойно Здесь ничего поделать Точно уж не получится Даже ультимейт Не стал кастовать Хотя в принципе Ультимейт Не с таким Большим тулдауном Чтобы его Прям можно было Беречь До самого Последнего момента Ну понимал Прекрасно Что точно Уже там Никого не убьет Пока Баркс То он продолжает Играть свою игру И у них получается Тинни фармит У Тинни Все неплохо Он занимает Четвертую строчку По Недверсу Но первую строчку Занимает Все-таки Морфинг С отрывом В одну тысячу От Кунки Даже чуть больше Ну и Тинни Опять же Не очень сильно Отстает от Бэтрайдера На секундочку Нужна Энчантриз Богатая Энчантриз Пока Богатой Даже близко Не является Вот Атун Такое чувство Что он коллекционирует Просто разных героев В каждом матче Играет абсолютно на всем И вот сейчас Выживает Испел хил Прожает Тут корабль неплохой Попадает по двоим А дальше А дальше урон Нет урона Потому что здесь Огр Потому что Просто здесь Все игроки Команды Таннер 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 Потому что Огр здесь не было Вот так Я хотел сказать Вот он Огр И погибает Атун Команда Только-только Сейчас подходит Команда Уже в меньшинстве И может потерять Еще и Огр От Скаймага Огр Огр должен здесь Наверное Отъехать Рано или поздно Живет Отхилился С тиками Живет До конца Сколько он играет Полностью отхилился Буквально После этого эпизода Сразу же урна Сразу же Есть еще и Манга Не придется возвращаться На базу В принципе приятно Но смысл-то в том Что команде Бракстол Нельзя было отдавать В этой игре преимущество Просто потому что Ну Грубо говоря Преимущество По плану команды Таннер Придейтер Должно было быть За ними Изначально Иначе они эту игру Не выигрывают Никак Вообще Пантеру Цепляют Джимари Пытаются Каким-то образом Разобраться С Сенкингом Сенкинг Не стал копать У него просто В кулдауне Находится Брусстрайк Тогда этого он Использовал Успешно фишки От НС И выедил И выедил крест И выедил Весь прокаст От кунки Но в этот раз Почему-то не вышло Расперед Фармит на топе Возможно Стоит этим заняться Кому-то другому Энчантрис Например Потому что Нижнюю линию Как правило Мы видим Забирает кунка Энчантрис Просто не может Себе место На карте найти Найти тот спот Где она сможет Постоянно фармить И зарабатывать деньги Раз уж вы не деретесь Раз уж у вас Не получается это делать То тогда нужно фармить Но для этого Нужно чтобы фармили Три кора Пока фармят Только два И второй Это бэтрайдер Сколько бы он Нафармил Вот каким бы бэтрайдер Ни был богатым Даже на старте Если игра затягивается В лейт То все вот эти Его деньги Они так Много ему дают Бэтрайдеру по сути Что нужно Даггер Форстав И ты уже Вносишь максимальный импакт Если что-то Успело появиться Во время Карты Хорошо Если нет Ну и так Получится Зачастую Бэтрайдеры бегают Шестым Седьмым Нетворсом На карте При том что изначально Берутся как у флейнеры И тем не менее Очень полезно Здесь бэтрайдер Третий И пока непонятно Что это ему даст В дальнейшем Ну я скажу так После появления Эзериала Эта игра Будет уже практически Закончена Думаешь Для команды Бракстон даун Появится очень быстро Очень проблема Он появится буквально Через 2000 голды У морфинга Уже имеется Лингенсфера С ним Воевать Уже Чрезвычайно сложно Его сложно Именно убить Повоевать там можно Джеймари Убивают за эпицентр А вот Туна Получится ли догнать Это пока остается вопросом Если бы там Закинуть акции Каким-то образом У этого парня А не дерево Было бы конечно приятно Но к сожалению В кулдауне Находится Тос Очень крутой пик У команды Бракстон И вот только сейчас Да нет Плохой пик Если уж Мы говорим об этом Там все что угодно Возьми Да смысл в том Что в принципе Тут комбинация Во-первых на линии Очень хорошая Акс плюс Скаймаг Да еще и Есть Тинни Который может этого акса Закидывать в файты После чего Тут может хорошо заагрить То есть опять же С самого начала Это многого стоит Лассо пошло От битрайдера Попытка хоть каким-то образом Пробить Скаймага Скаймага наверняка Здесь заберут Но это только лишь Саппорт пятой позиции На которого был потрачен Ультимейт Довольно таки важный Для команды Тандерпредейтер Мне кстати Вот сейчас возник вопрос Почему тебе не забанили акса Ведь Скаймаг был взят раньше Акса забрали последним Если я ничего не путаю Пятым героем Если он берется Так Тут Сенкинга Пытаются поймать Если он берется пятым Я хочу продолжить мысль И видимо смогу это сделать Потому что погибает Такий Сенкинг Остается здесь только морфинг А Тинни приходит И Акс приходит И минус кунка Это кор Минус кунка И Эрспирида Тоже пытаются поймать Не получается Энчантрис настреливает У нее скоро мана Закончится Бэтрайдер Неплохо конечно Дамажит сейчас Вражеских героев Минус акс Можно попытаться Убить еще и морфинга Да ладно Минус морф Это 3 в 1 При том что Нападали то Изначально Здорово Бракстон И будут пытаться Убить еще и драки Но это четвертый Фраг возможно И ману восстанавливает На шайне У половины героев Ее нет 4 в 1 Вот это уже Классно было Да Настреливает со спины Энчантрис Действительно Демеджа получилось Весьма немало С Мидасом Играет В этой ситуации Атлон И будет пытаться Хоть каким-то образом Разгонять себя В этом плане Ну неплохо было бы Собрать еще что-то На жир В этой ситуации Я даже не знаю Какой-нибудь Родофотос Родофотос Так себе Для Энчантрис Да нет Никто такое Не покупает Энчантрис Берет себе Мидас Сейчас с этим Мидасом Она наверное Проигрывать им не должна Мидас просто позволит Всегда быть Впереди по деньгам Ну вот Примерно про это Я и говорил Нужны 3 сильных Кор авам И чтобы там был Только один морфинг Пока этот план Начинает Воплощаться В жизнь Так скажем Так Здесь Уничтожают Просто прокаста Бэтрайдера И Могут уничтожить Огра Который Остался один В окружении Трех героев Тут кунка Хороший корабль По двоим Прилетает Минус Акс Ити не бежит Но нет Может он этого сделать Против копии Энчантрис Это 3 в 1 Снова теряют Одного кора Но убивают Сразу трех героев Среди которых Кора Также два И снова драка 4 в 1 Как тебе? Начинает работать Критули А джеймар И вот Это действительно Очень такой Опасный момент Для коллектива Брэкстоун Такое ощущение Что парни уже Действительно Расслабились Что они подумали Что Ну вот ребята У морфинга Там 12 тысяч Нетворса На подходе уже Этериал И Этериал Появится Очень-очень скоро Есть линка И мы в принципе Эту игру Так себе и так Выиграем Но С другой стороны Все эти убийства Тандер и Предейтер Происходят в драке 4 в 5 То есть Морфа все еще не убивает Него Одна смерть Еще 2 в 3 В прошлой драке он был Их было больше даже Потому что Кунгу потеряли Ну нет Там драка 4 на 4 Продолжалась Потому что Изначально Одного героя Потеряли Брэкстоун И потеряли потом Кунгу Типину Морфлинг там был И морфлинга убили И бэтрайдер там Много урона по нему нанес Морфлинг еще В любом случае Много не набрал Как бы Он не дамажил Хорошо Прямо стоять на огне И ждать пока Его избивают Он не способен У него нет Там ни блокинг бара Линка не спасает От тебя от того урона Что прилетает Тут энчантрис И бэтрайдера Например Ну вот Смотри Проседают уже И Тини И Акс Ведь действительно Так пока и получается У вас есть только Один сильный кор У врага Таких кор Сразу три А саппорты У Типи В данный момент Так же богаче Так ну тут Смоук от команды Брак Стоун Правда идут Они в том направлении Где точно Никого не найдут Просто расставят Вард вражеском лесу Но предыдущие файты Были отчасти проиграны Именно из-за Отсутствия Вижена Для команды Брак Стоун И огромного количества Апсов Для коллектива Тандер Предейтера То есть там Грубо говоря Вот стоит вард На котором видели Всю команду Брак Стоун Здесь тоже стоит вард Где можно ловить Персонажа на отходе Ну и наверное На этом пока все Что ж Смотрим далее Дрейхен Может оказаться В опасной ситуации Его сейчас могут увидеть Ну нет Пока действительно Не находят Атун А вот в Атуна Могут влететь Вчетвером Тинни Есть Блинк Желательно Кстати убить Энчандрис очень быстро Вот пожалуйста Морфлинг Не чувствует Энчандрис Он ее убивает Магией Не физикой Также ловят Еще и Эрспирита Убивают его Энчандрис Байбэк Эрспирит Байбэк Корабль пошел Неплохой Могут убить Акса И желательно Убивать Морфлинга Обязательно Нужно убивать Морфлинга Чтобы байбэки Не прошли даром Морфлинг Под Сайленсом Еле живой Минус И Рошан В таком случае Должен погибать Ну вот сейчас С другой стороны С другой стороны Все таки Байбэк Байбэк На Энчандрис На одном из Довольно-таки Важных коров Для коллектива Тандер Придейтер Его получилось Выбить И Это Можно сказать Нивелирует Отчасти даже Смерть Морфлинга Хотя за Морфлинга Наверное Слишком много дали Да нет Подожди За Морфлинга Дали 282 голды Что-то как-то Не особо-таки Не особо-таки Много На Рошана Сходить не успели Ребята Морфлинг появляется И вот теперь Я думаю Что Борьба за этого Рошана будет Если вновь Кто-то не погибнет Где-то Заранее Хотелось бы Наконец-то увидеть Такую знаешь Полноценную драку При общих равных 5 на 5 Где-нибудь Как раз в Рошпите Или около того Это драк В последнее время Многовато Было Два раза По минус 4 Делали TP Потом Два в два Разменялись Морфлинг продолжает Лидировать По фарму И БКБ Будет покупать Следующим слотом Там Питчи Правда? Я по трубам С ворота Ну это какие-то Артефакты Злого Но я могу ошибаться Не-не-не Там нет таких Артефактов Я играл А-а Ну окей Тебя не проведешь Правда давно Кодика Наверное Два с половиной Назад Последний раз Но на тот момент Таких точно не было Там уже и героев Наверное С пару десятков Ввели за Это время Если не больше Обстрем Обстрем нормально Звучит Можно так даже Команду назвать Обстрем Гейминг Вот недавно Как раз таки Вышло интервью С Одним из Ну в общем Создателем Коллектива Форвард Гейминг Коя сейчас Играет Северная Америка Как раз таки Командовича Гейминг Джерми Шторм В прошлом Именно по именам Ну и он там Много всего Рассказывал Про названия Что-то тоже Не так-то Все и легко В плане того Чтобы вы Пауза Пауза у нас Наконец-то Прекращается И мы Продолжаем Смотреть Эту Увлекательнейшую Встречу Увлекательнейшую Карту Потому что Она действительно До сих пор Не дает нам Понять Очень Так уверенно Не дает нам Понять А кто же Все-таки Победителем Окажется И Как мы уже Говорили Рошан Есть И за Рошана За этого Борьба В скором Времени Возможно И вот Пошел его Бить Морфлинг Потерял уже Часть кп Здоровье Быстро восстанавливает Использовал Стики Слушай Если команда Тандер Предейтер Выиграет То это все-таки Будет красиво Это будет очень Красиво Это будет Классно Действительно Вот Бракстон Вчера Очень симпатично Смотрели С первой Карты Провалили Здесь Вроде как Должны Смотреться Получше И действительно Смотрятся Получше Они не проиграли Тогда Примерно Полчаса Понадобилось Чтобы Типи Первую Карту Отжали Сейчас же Несколько Другой У нас Расклад И Снова Такие Майнгеймс Начались Осторожничают Команды Не хотят Рисковать Будет Энчант Рис также Сибелинку Покупать Судя по всему Для того Чтобы Морфинг Ее не выключал С драки Прямо Сразу Так Скофилд Укатился Через реку Ну и В принципе Ушел От Предследования Там Опасно Блосс От Касл Замедляет Мой Морфинг Продолжает Фармить Нужна БКБ Нужно Опять же Найти Что-то Какой-то Артефакт Который Будет Спасать Его От Импетусов Энчантра С Того же Самого Кунки Но с другой Стороны От Импетусов Энчантра Он Может Просто Напросто Закинуть На себя Этериал Блейд И В итоге Не Получить Урона Наверное Здесь Самое Неприятное Для Морфай Это Именно Дизейблы От Эрф Спирита Плюс Тот же Бэтрайдер Который Врывается С лассо И Сбительнику Здесь Несложно Так что С лассо Все-таки Сворд Если Врывается То Врывается Очень Очень Неплох Не Всегда Будут Именно Его Ловить Конечно Будут Стараться Но Это Нужно Сначала Сбить Линку А Можно Просто Поймать Какого Нибудь Тинни И Убить Его И Тот Тоже Импакта Не Внесет Здесь Морф Не Может Драться Один В пять Здесь Морф Может Драться Когда Вся Команда Жива Тогда Он Где-то Из-под Тишка Будет Дамажить Врываться Если Это Понадобится Выключать Кого-то Из Героев Типи Если Погибли Все Остальные То И Сморфом Справиться Не Будет Проблемой И Типи Это Прекрасно Понимают Как Мы Видели Уже Неоднократно И Акс Пока Не Помеха Акс Вот Когда У него Такая Экономика Акс Слабый Герой Вот 8000 У него Он Уже Уступает Много Даже Энчантрис Он Купил Вот То Что Он Купил Должно Было Появиться Минуте Наверное Ну К 20 Ну Точно Не К 28 Влетел Неплохо Пока Эву Пробить Не Получается Кик Акс Если Получится Быстро Нафокус То Может Неплохо Есть Импетус И По Акс Отправляется В таверну Очень Быстро Далее Погоня За Тинни Будет крест Будет крест И Тинни Отсюда Не Отпустят Наверняка Пантера Есть Эпицентр Но Будет ли Он Его Кастовать Тинни Уходит А он Ушел Потому Что На Юл Подняли Кунку Он Не Смог Ни Одной Кнопки Нажать Это Провал Это Не Провал Это Хороший Минус На Акс И Развод Тинни На То Чтобы Он Пошел На Базу Отрегенился Выигрывать Время Тинни Снова Отстает И Там Снова Фармит Один Лишь Морфлин Ну В принципе В планах У команды Тандер Придетер Явно Прослеживалась Победа В этой Драке И Выход На Рошана Здесь Можно Хоть Каким То Поглядывать Неплохо Было Бо Тег Заполучить Потому Что Победили Ведь Опа Есть Морфлинг Оля-ля Минус Это Лучше Чем Тинни А Энчантриз Добить Энчантриз Хил Включает И Пытается Огр Спасти Вот Этим Ускорением Чтобы Попозже Тычка Прилетела И Получается Энчантриз Живет Сейчас Будет Фуловая Огр Также Похилится Можно Будет Снова Драку Навязывать Здесь Ловят Кунку Быстренько Справляются С ним Теперь Нет Морфлинга С одной стороны Кунки С другой Зачем-то прыгнули На Бэтрайдера Как бы Пантера Себя этим Не приговорил Пантера Погоня за ним Забивают Сразу же Сэншторм И Под Саленсом Сэн Кинг Его нужно добить За другими Уже не успевают Да Залетает Последним Петус Поднимает Себя в Юл Но Это ему Не спасает Никаким образом Ну что ж Страсти Накаляются Счет 20 на 26 5000 Преимущество За командой Тандер Придейтер Убивает В это время Еще и Огр Мага Макс вместе Стене Постарались Довольно Интересной Получается Уже Эта карта Я как-то От нее Изначально Поменьше Ожидал Но Сейчас Самое Время Друзья Просто Прильнуть К экрану Потому что На наших Глазах Сейчас Может Произойти Действительно Очень Интересное Событие Вот таким Пиком Который Изначально Смотрится Проигрышно И Как минимум Смотрится Как пик На Early Мид Гейм Команда Тандер Придейтер Может Выигрывать Не помню Кто Использовал Это да Я согласен Но Они еще К хайграунду Даже близко Не подошли Там Т2 Стоят Посмотрим Как они Будут Пытаться Заходить На хайграунд Вот От этого Уже Нужно Будет Как-то Исходить Потому что По-прежнему Эпицентр Защити Есть Акс Каймакс Защити Есть Тинни С блинком Защити Есть И Всего Этого Будет Очень Сложно Избежать Типи Подо Что-то Они Точно Подставятся Хоть Какие-то Герои Им В идеале Конечно Начинать С Бэтрайдера И цеплять Вообще С Сэм Кинга Или Тинни Чтобы Они Со Своих Блинков Не Начали Инициировать Для Своей Команды Ну Можно Посмотреть С другой Стороны Команды Тандер Педитер Тоже Стоит Тир Тир И Стоит Еще 1 Тир 1 Так Что У них Нет Морфинга Понимаешь У них Нет героя Который Будет Ручками Прям Быстро Бить У нас Огр С Аганимом Замечательно Две С лишним Тысячи Здоров И Просто Аганим Первым Слотом Зато Два Страна Ну Вот Продолжу Все-таки Свою Мысль Я Видел Точно Enchantress Как Корп Персонаж Не Было Ли Это На Южноамериканских Квалификациях На The International Потому Что Точно Помню Что Кто Тоже Так Использовало Ничего Возможно Это Действительно Был Атом Но Я Не Запомнил Точно Кто И Что Это Вообще Был За Матч К сожалению Но Можно Было Поднять Потом Архив Потому Что В Тот Момент Как Раз Сенча Очень сильно Разорвало Да Инчи Было Много Тогда Да И На Инте Ее Было Предостаточно Усильный Герой В принципе Сейчас Тоже Не Особо Так Сильно Понерпленный В это В это В это В это В это В это БКБшки Ничего Сделать Ему Пока Не Получается Нужно Убить Атуна Атуна Отправляется В таверну Уже Дабл Килл Для Майноза На Кингтека Неплохой Агр Джеймари Может Тоже Умереть Это Уже Минус Три В Размен На Троих В Брэкстоун Да Да Есть Байбэк От Брэкстоун Хотя Подожди А каким Образом Они Выигрывают По Золоту Убили Кунку Убили Энчантрос Потому Что Они Отставали На 7000 Вот И Отыграли Немножко Кунку Очень Давно Немало Денег Получили Ребята Из Брэкстоун Почему Убили Вообще Втроем Или Кунку Точно Убивали Там Самый Богатый Герой Как бы На Карте Он Умер А Нет Подожди Он Не Умер Да Он Не Умер Ну Ладно Тогда Все Окей Там Была Забавная Картина Как Морфлин Превращается В Энчантрос И Начинает Ее Бить Руками Когда Ее Нужно Скиллов Убивать Чтобы Это Получилось Быстро Сделать Он Медленно Ковыряет В чужом Облике Потом Обратно Превращается И Уже С Энчантрос Справились Рошан До сих пор Стоит Я все Жду Драку Нарошание Драки Происходят Ну Где Угодно Только Не В Рошпите И Не Рядом Ну Вот В На Нее И Вот Тут С Прокаста Она Не Выживает Блокинг Бар Нужно Ой Ой Майнос Убивает Еще И Гурмага Буквально С одного Прокаста Ну Минус Два Минус Два Все Таки Сейчас Совершает Ребята Из Команды Брокс Столны Могут Спокойно Забрать Также Еще И Рошана Дрейкин Тут Потихонечку С дерева Наваливает Главное Что Майнос Бьет И Майнос Такими Темпами Еще И Сможет Сделать Себя Скади Довольно Скоро Здесь Увидел Ворда Который Видимо Хотел Хоть Каким То Образом На Этому Рошане Помешать Планам Команды Брокстоун И Пока Пришлось Хотя Боих Прогнать Отсюда Байбэк От Тогра Ну Телепорт Сразу Не Хотят Давать Комни Голову Ни в коем Случа Понимает Что Убивать Здесь Морфинга Будет Слишком Сложно Врывается Акс Просто Тянет Время Для Своей Команды И Такими Тэпами Рошан Заберут Да Рошан Забирает Морфинг Забирает Себя И Можно Драться Можно Драться И Нужно Бежать Команде Тандер Придейтер Ну Вот 7000 Отыграны И Акс Я смотрю Так Поравня Прокаста И Этого Прокаста Слишком Много У Бракстон Таким Образом Если Ты Не Купишь БКБ В Срочном Порядке Как Можно Быстрее То Энчант Здесь К сожалению Или К счастью Не Затащит Вообще Никак Нужно Защищаться От Всех Прокастов Посмотри И Сэнк И Скаймак И Морфинг И Тинни Четыре Героя Которые Вносят Очень Много Урона С магией Тут Нужен Блокинг Бар Вообще Всем У Кунки Есть У Бэтрайдера Нет Он Его Пока Не Берет У Энчант Рес Также Нет И Тоже Как-то Не Планирует Игрок Ладно Это Все Тактический Фит От Команды Тандер Придейтер Они Хотят Расфармить Морфлинга Потом Его Убивать За Лассо Да Нет Игры Пока Игра Действительно Очень Равная И Никто Не мог Ожидать Что Игра Может Затянуться Настолько Надолго И В принципе Пока Шансы Тандер Придейтер Имеются Причем Довольно Неплохие Кунки Правда Криты Не срабатывают А сработал Бэк Крит Там Бо Морфлинг Отъехал Кстати Говоря С одной Тычки Он Подставился Под Тайбрингер Полностью Перекаченный В ловкость У него Половину ХП Снесло Вторая Половина ХП Осталась М400 урона Буквально Просто Супер Сейчас Будет Умирать Сейчас Купит Рапиру Кунка И будет Убивать С одного Удара Рапиру Он Действительно Себя Пока Что Обозначил 1400 Золото Правда Не факт Что Рапиру Успеет Появиться До Конца Игры Минус Уже Активно Ломает Т3 И Кунку Ловят Вот Так Сразу Еул Есть Бэтрайдер Также Может Погибнуть Ну И Минус Кунка На этом Возможно Все Что По Байбэкам У Кунки Нет У Энчант Нет Она Также Близка К Гибели Вопрос Времени Остается Байбэк Только У одного Единственного Персонажа Это Эр Спирит И За Вот Эти 70 Секунд Нужно Игру Заканчивать Фул Да Правильно Делают Что Им Еще Делать Соперник Полным Состава Мертвый И Спасибо За Бэтрайдера Ластпиком Ребят Вы держались Достойно Даже На секунду Показалось Что Можете Победить Нет Пик Все Так Решает Слишком Много Какими бы Исполнителями Крутыми Не были Типи С таким Пиком Выиграть У них Не было Практически Никаких Шансов Знаешь Что Я сейчас Попрошу Пересмотреть Если у тебя Есть Возможность Был это Все-таки Ластпик Бэтрайдер Или Это На рандоме Да А Вот Это Я не знаю Потому что Такое Действительно Могло Быть Я Не понял Логики Этого Бэтрайдера Здесь Как Минимум Вообще Не входят Против Марфа И Против Всех Оставшихся Персонажей Разве Что Против Факса Может Стоять Но Опять Не Вместе С Скаймагом Я Тогда Не знаю Что Хуже Пикнуть Бэтрайдера Или Получить Его На рандоме Просто Если Это Действительно Был Рандом Бэтрайдера То У Команды Тандер Передейтер Ну конечно Хуже Это На рандоме Получить Сейчас Будет Такая Дезмораль Жесткая За эту Игру Они Настолько Сильно Дезморалились Если Это Действительно Бэтрайдер С которым Они Не Собирались Играть Ладно Друзья Мы С вами Совсем Недолго Простимся С Новыми Известиями Об этой Карте И о Рандоме Или же Ластпике Бэтрайдера Мы с вами Уже Обговорим Соответственно На следующей Карте Ну а пока Уходим на Небольшую Рекламную Музыкальную Паузу Послушаем Немного Музыки И Вернемся К вам Напоминаю Что для вас Данные матч Комментируют Люмисит Морталис Подписывайтесь На наши Социальные Сети Подписывайтесь На Социальные Сети Студии Рухаб Очень Скоро С вами Увидимся Никуда Не Расходитесь